Украинцы, украинки. Украинцы, украинки. Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в основном солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца. К сожалению, в Крыму было облачно, хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют оставаться, любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен. Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы, все конвенции. Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим. И я снова и снова хочу поблагодарить всех наших граждан, кто воюет и работает ради мира, для Украины, ради освобождения всей нашей земли. В эти сутки продолжилось движение наших военных, службы безопасности Украины, нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях. В действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства. Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень жесткие бои. Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельно механизированной бригады «Холодный яр за мужество», за стойкость, именно на этом направлении. Благодарю всех наших зенитчиков и каждого, кто вовлечен в противовоздушную оборону Украины. Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов. Ускорять решения партнеров по предоставлению Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества. Обязательно к этому мы придем. На деоккупированных территориях ни дня не сбавляем темп в восстановительных работах. Это транспорт, это электричество, это газоснабжение, это почта, социальные выплаты. Везде, где есть реальная возможность, обеспечить это мы обеспечиваем. Очень прошу всех украинцев на территории, где были оккупанты, особенно внимательно относиться к минной угрозе. Наши взрывотехники, наши саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень значительная площадь загрызнена минами. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждения относительно мин. Не посещайте закрытую из-за опасности территорию. Сообщайте, пожалуйста, полиции, ГСЧС или местным властям о любых обнаруженных минах или неразорвавшихся боеприпасах. И еще одно хочу добавить. Сегодня в Украине отмечается День юриста. Не каждый, кто получил юридическое образование, работает в юриспруденции. Но среди тех, кто все же работает именно в этой сфере, есть люди, чей вклад действительно исторический, очень важный. Те, кто расследует преступления оккупантов. Те, кто помогает восстановить справедливость, в частности, работая в правозащитной сфере. Те, кто делает все, чтобы каждый русский убийца и непосредственно государство-агрессор были неотвратимо наказаны за эту войну. Я благодарю всех вас за эту очень важную работу. Благодарю следователей, прокуроров, правозащитников, адвокатов, государственных служащих, работников общественных организаций. Благодарю всех, кто учит праву, борется за верховенство права и помогает людям защищать свои права, свободы и законные интересы. Справедливость для Украины, Европы, мира должна быть и будет восстановлена. Благодаря нашим несгибаемым, сильным, добросовестным и образованным людям. Вечная слава всем, кто защищает Украину. Слава Украине!